МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Подниматься с петухами и мобилизовать все ресурсы. Крайний срок 10 мая. Именно до этого времени потребовал Михаил Игнатьев должны завершиться весенние полевые работы в Республике. Глава Республики приехал с инспекцией к аграриям Ядринского района. Никто не забыт, ничто не забыто. И тут, оказывается, у меня здесь герой. Ко дню победы в Новочебоксарске формируют бессмертный полк. И быстрый ножкой ножку бьет. В Чебоксарах при полном аншлаге проходили спектакли международного балетного фестиваля. Не отставать от плана и работать, засучив рукава. Такие наставления сегодня услышали ядринские аграрии от главы Чувашии. Муниципалитетики на пассивные работы вышли еще не все хозяйства. Хотя именно сейчас наступил тот момент, когда необходимо мобилизовать все ресурсы. Это не раз отмечала и глава региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Это поле вблизи федеральной трассы сейчас находится во владении местного конезавода. Работы здесь начались вовремя и теперь на пассивную мобилизована вся техника. Железные кони в этом году должны помочь прокормить 80 лошадей, посеять более 1 тысячи гектаров. Автопарк в хозяйстве модернизировали не так давно. Для некоторых машин страда станет и вовсе боевым крещением. Три МТЗ новые закупили, две селки новые, джондирист, к нему джондиру плуг 9-корпусный, культиватор 12-метровый, два комбайна, класс, купили. Не испытывают хозяйство района и дефицита в удобрениях и дизельном топливе. Правда, к работе приступили еще не все. Местные власти пеняют на неподготовленную почву. Но глава республики отметил, что это не отговорка и посоветовал отстающим ускорить темпы. Никто не дает гарантии, что погода останется такой же устойчивой. Тем более в этом году, во-первых, мы говорим, запасов влаги мало. И прогнозы не совсем благоприятные. И с точки зрения от того, как завершим по всем агротехническим мероприятиям, по фактору времени быстрее, тем самым мы закладываем фундамент для хорошего оружия. Весенняя страда – это время, когда дорог каждый час. Но похоже, что местные аграрии об этом забывают. В хозяйстве рабочий день начинается в 7 утра, но техника на полях должна появляться еще раньше. Глава республики попросил тружеников скорректировать свой график. Начнем пять выезжать. Надо это делать, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. У нас потому что не столько техники, чтобы за три дня, максимум за пять дней посеять все те площади, которые у нас имеются. Всего в районе планируют освоить более 13 тысяч гектаров. Пока страда только набирает обороты. Сейчас яровыми культурами засеяна одна десятая часть. Также нам предстоит посеять, вернее посадить картофель на площади 653 гектара и кукурузу на площади 572 гектара. Власти района уверяют, что весеннюю страду агрария готова завершить срок. Крайний срок – 10 мая. Именно до этого времени потребовал Михаил Игнатьев должны завершиться весенние полевые работы в республике. И похоже, что отговорки местных властей потом выслушивать никто не будет. Им поставили задачу завершить весенний сев в кратчайшие сроки. Медрик Ковалев и Александр Петров. Республика. На сегодня пассивные работы в Чувашии выполнены на 72% от плана. Крестьянское фермерские хозяйства и сельхозорганизации завершают подкормку, бронование посевов и культивацию зяби. Среди передовиков, как обычно, Комсомольский, Батревский и Вурнарский районы. А наша съемочная группа выехала в Яльчикский район, чтобы воочию увидеть новый пассивной комплекс. Весенний день кормит. Избитая фраза, но для каждого сельчанина она руководство к действию. В хозяйстве прогресс Яльчикского района, чтобы сократить время на посев и в краткие сроки выполнить большой объем работ, приобрели новый трактор и широко захватный пассивной комплекс. Такую технику удалось купить благодаря инвестиционному кредиту в 15,5 миллионов рублей. Так он минимально разрушает структуру почвы, предотвращает эрозию и снижает потерю влаги. Ширина рабочего захвата 11,5 метров. И это значительно увеличивает производительность. Специалисты отмечают, что основное преимущество такого комплекса – это равномерность и качество получаемых всходов, гарантирующих высокий урожай. Барнование закончили, культивации тоже успеваем. Так, посеять осталось немного. На этой неделе, наверное, в бригаде завершим. Надо посеять общую площадь 500 гектаров. В хозяйствах республики уже начали посадку картофеля, свеклы, рапса, горчицы и многолетних трав. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. О весенней полевой кампании говорили и на видеоконференции с главами районов и городов республики. Глава Чувашии раскритиковал руководителей муниципалитетов, где посевная ведется недостаточно активно. И рекомендовал им на время забыть о выходных. Говорили на видеоконференции и о других проблемах. Исполняющая обязанности министра финансов Светлана Янилина рассказала, что по доходам консолидированный бюджет республики исполнен в сумме почти 10 миллиардов рублей. Расходы составили 8,5 миллиардов. Глава Чувашии поставил перед руководителями муниципалитетов задачу по грамотному и своевременному освоению федеральных средств, полученных на строительство детских садов, спортзалов, объектов культуры и сельских клубов. Он также обратил серьезное внимание на случаи, когда государственные контракты в строительстве получал один и тот же подрядчик, который при этом являлся единственным участником торгов. Михаил Игнатьев назвал выпиющим безобразием примеры Канаша и Алатрия, где бюджетная эффективность торгов на строительные подряды составила менее 1%. Хотя в среднем по республике этот показатель на уровне 10%. Завтра в Чебоксарах пройдет межрегиональная научно-практическая конференция Государственный совет Чувашской республики истоки становления проблемы и пути совершенствования законодательства. Ожидается, что в конференции примут участие главы Чуваши, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, представители законодательных органов, субъектов Федерации, общественных, научных и общеобразовательных организаций. В первом квартале 2014 года зарегистрирована положительная динамика по большинству макроэкономических показателей. Темпы роста и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чуваши с правительством республики. Индекс промышленного производства составил 104%, в то время как по России 101%. Объем отгруженной продукции в Чувашии 107,3% к соответствующему периоду прошлого года. Однако эти цифры могли быть и выше, если бы не сложные ситуации в некоторых отраслях. Существует некоторые тяжелые ситуации в отрасли легкой промышленности. Здесь министерством проводится полиция, направленная как на внутренние стимулированные спросы. И уже сегодня проведены ряд презентационных мероприятий. Это в том числе и презентация новой школьной формы по территории республики со всеми территориями школ и образовательными учреждениями. Кроме того, в целях показания дополненной поддержки министерства ведется адресная работа с промышленными предприятиями по оказанию государственной поддержки за счет средств федерального бюджета. Не вышло на прошлогодние показатели сельское хозяйство – около 99%. Глава Чувашии подчеркнул, основной задачей является своевременное проведение весенних полевых работ и увеличение посевных площадей с учетом водооборот неиспользованных земель. В этом сезоне общая засеянная площадь должна быть не менее 570 тысяч гектаров. В целом же, как отметил Владимир Аврилькин, социально-экономическая ситуация позволяет и в будущем ожидать положительные темпы роста по большинству макроэкономических показателей. На совещании были представлены итоги экономического соревнования между организациями, обрабатывающих производств за 2013 год. Соревнование проводилось по пяти группам в зависимости от численности работников. Среди победителей – АКОНТ, ЭКРО, АЛЛАТРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МАРГАОШСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДЫ, МАРПОСАДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ. Хорошие результаты и устроительные отрасли. За первый квартал введенную эксплуатацию почти 57 тысяч квадратных метров жилья, или 104% к аналогичному периоду прошлого года. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. В России стартовала вахта памяти 2014. Один за другим поисковые отряды съезжаются к местам больших сражений Великой Отечественной, чтобы прикоснуться к героическому прошлому нашей страны. Студенты Чувашского госуниверситета и отряд службы судебных приставов уже заступили на вахту. А сегодня проводили участников поискового отряда «Память» Педагогического университета. Ребятам предстоит вести раскопки в Кировском районе Ленинградской области. Из 12 боевых стратегических операций под Ленинградом, «Сим» было проведено советским командованием на территории Кировского района Ленинградской области. На Кировской земле бесстрашно сражались и снискали славу герои Невского пятачка, Дороги жизни и Синявинских высот. Именно к этим высотам и отправляются будущие педагоги. Студентам предстоит провести работу по поиску и перезахоронению советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В составе поискового отряда 18 студентов историко-филологического факультета и факультета управления ЧГПУ имени Ивана Яковлевича Яковлева. Впервые ребята из педуниверситета выезжают на вахту не в составе сводного отряда поисковиков, а самостоятельно, как общественная организация. Все участники прошли специальную подготовку в военно-патриотическом клубе, где обучают методики поисковой работы и идентификации останков, проводят оригинальную исследовательскую работу по фондам архивов Чуварской республики. За 7 лет существования клуба в поисковых мероприятиях участвовало около 200 студентов университета. В День Победы бессмертный полк пройдет по улицам городов и сел России. Жители Новочебоксарска во второй раз соберутся с фотографиями своих родителей, дедов и прадедов на главной площади. Как готовятся к акции организаторы, журналисты газеты «Грани» уздавали мои коллеги. В Новочебоксарске проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны. На празднике Победы все слова благодарности будут звучать в их адрес. Не забыты и те, кого уже нет рядом с нами. Чтобы их все знали в лицо, местная газета «Грани» формирует бессмертный полк. Родственники участников войны приносят в редакцию их фотографии и истории, которые с ними связаны. Воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла публикуются в газете. А 9 мая с фотографиями родственников на Парад Победы выйдут жители Новочебоксарска вместе со всей страной. Редактор издания Андрей Сергеев в прошлом году сначала стал одним из организаторов, а затем ее участником. И тут оказывается у меня дед-герой. И мы с этим портретом вышли на акцию «Бессмертный полк». Пришли всей семьей. Двое моих детей, жена. Пришла также моя сестра с детьми. И вот, честно говоря, тогда я впервые задумался, что нам одного портрета на всю семью маловато, честно говоря. А ведь были и другие родственники, кто воевал. Другой мой дед. Я о нем вообще совершенно ничего не знал. Кроме того, что он был связистом. В этом году журналист собирается выйти в День Победы уже с тремя фотографиями своих родственников. Зоя Тимофеевна тоже мало знает о военном прошлом своего отца. Только то, что он был ранен и находился какое-то время в плену. Дочь надеется с помощью редакции найти родственников папы и узнать о нем побольше. Их окружили, скорее всего, где-то в конце войны, значит, он с 45-го по 53-м родилась, значит, где-то в 52-м они поженились. В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала в Новочебоксарске около 300 человек. Причем это люди совершенно разного возраста, то есть начиная от воспитанников детского сада до просто горожан и ветеранов. В этом году, возможно, численность «Бессмертного полка» увеличится. От многих предприятий города поступили предложения участвовать в акции целыми трудовыми коллективами. Присоединиться к акции может каждый новочебоксарец. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. ...силовых структур нашего города. Далее новость, которую обсуждает весь интернет. Ленинский районный суд города Чебоксары принял решение о выдворении из России четверых американцев. Примечательно, что все правонарушители почтенного возраста от 60 до 72 лет. Что противоправного успели совершить интуристы за два месяца пребывания в Чуваше, нам объяснили в управлении Федеральной миграционной службы по республике. 24 и 25 апреля 2014 года сотрудниками УФМС России по Чувашской республике задержано четверо граждан Соединенных Штатов Америки, прибывших в Российскую Федерацию с туристической целью. Фактически же, в течение всего срока пребывания в городе Чебоксары, они занимались преподаванием английского языка студентам факультета иностранных языков Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Постановлением судей Ленинского районного суда города Чебоксары данные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.8 КОАП РФ. На них наложены административные штрафы в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого перемещения через государственную границу Российской Федерации. Одна из задержанных в Россию приехала впервые в 2001 году в качестве волонтера с «Корпусом мира». Известно, что в 2002 году деятельность «Корпуса мира» в России была запрещена в связи с осуществлением разведывательно-подрывной деятельности. Словом, вместо осмотра достопримечательностей туристы занимались трудовой деятельностью, к тому же пропагандировали среди студентов американские ценности. Впрочем, осудили их не за это, а за нарушение режима пребывания в России. Надо отметить, что по закону иностранных граждан нужно было поместить в спецучреждение для временного содержания. Но, учитывая и без того сложную международную обстановку, решили предоставить американцам возможность выехать самостоятельно. Православные христиане отметят Радоницу. В этот день принято поминать усопших. Для удобства жителей к местам захоронения направят дополнительные автобусы. По Чебоксарам будет работать 10 автобусов на маршруте номер 14, 8 автобусов на маршруте номер 249. 249 маршрут будет следовать автостанции привокзальной до Яуш через Карачур. 14 маршрут будет отправляться с ЖД вокзала и до Карачур. Таким образом, интервал движения, мы рассчитали, будет составлять не более 10 минут. Для безопасности движения, работу дополнительного транспорта и изменение маршрута номер 249 уже согласовали с ГИБДД. Ходить автобусы будут с 7 утра и до 18 вечера. Имеющиеся льготы на дополнительные автобусы также распространяются. Чувашская вышивка Чувашская вышивка – лицо нашей республики. К чувашским узорам и чувашским символам невозможно остаться равнодушным. О том, как развивается народное творчество, смотрите в нашем следующем сюжете. Чтобы привить любовь к родному краю с малого возраста, Погатери устраивают детские конкурсы, посвященные народной символике и узорам. 229 работ поступило на пятый по счету конкурс «Чувашский орнамент и значение». Наше поколение подрастает, и я думаю, что по итогам нашего конкурса есть кому дальше сохранить чувашскую вышивку. Может быть, кто-нибудь из участников нашего конкурса займется профессионально чувашской вышивкой и продолжит нашу работу. Мастера фабрики знают о значении каждого стежка и каждого символа национального узора. Своим искусством они сохраняют и развивают чувашскую вышивку. Мы фабрику стараемся сохранить, вышивку тоже стараемся, чтобы она жила. Да, дети приходят учиться чувашской вышивке, очень интересуются, расспрашивают, как это вышивается. Мастер-классы проводим очень много с детьми. Недавно в садик ездили даже, они тоже очень интересуются, как это вышивается, как это получается. Среди участников конкурса были и дети, и взрослые, и мальчики, и девочки. Сотрудники фабрики и члены жюри в один голос говорили, что работы были выполнены качественно и с заботой о национальном искусстве. Евгения Егорова, Андрей Шоколев, Республика. В пятницу 25 апреля по всей России прошла акция «Библию ночь». В этом году акция в поддержку чтения прошла на тысячи площадок в России, Украине и Беларуси. В нашей республике самую масштабную «Библию ночь» организовали в Национальной библиотеке. Участники акции смогли посетить интеллектуальный турнир «Что, где, когда», поэтические чтения, открытый микрофон, сыграть в мафию по профессиональным правилам и посмотреть короткометражки отцов-основателей кинематографа «Братьев Люмьер». Общая тема «Библию ночь» этого года – перевод времени. Ну а в Национальной библиотеке она прошла под названием «Библию ночь 2014. Чебоксарские адреса». Атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе библиотеки. Здесь проходил арт-базар, произведение ручной работы и необычные мастер-классы. Например, каждый желающий мог самостоятельно изготовить мини-книжку на мастер-классе по книжным миниатюрам, попробовать написать своими кириллицами на старинный манер на мастер-классе по каллиграфии или научиться переплетному делу и подарить вторую жизнь книгам из библиотечного фонда. Особой популярностью пользовалась акция «Поэзия в шоколаде», где каждый, рассказавший стихотворение наизусть, получил в подарок шоколадку. Мероприятий в эту ночь было действительно много, так что каждый посетитель «Библионочи» мог выбрать что-то себе по душе. А доброжелательные сотрудники библиотеки всегда были готовы помочь советам. Всего «Библионочь» в Национальной библиотеке посетило около 300 человек. Организаторы надеются, что в будущем эта цифра будет расти. Ну а библиотека всегда рада новым посетителям. В Чебоксарах в Лакреевском парке появился знак, рядом с которым все фотографируются. Это современный арт-объект, разработанный дизайн-студии Артемия Лебедева. Первый знак появился в 2012 году в Перми, а затем еще в 46 городах России. Знак служит на благо города. За счет того, что в интернете будут постоянно и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, и в блогах будут появляться фотографии рядом с этим знаком, что косвенно служит для туристической привлекательности города. Чебоксары стали 48-м городом, в котором появился знак, и первым, где жители сами инициировали и профинансировали изготовление и установку знака, без помощи административного ресурса. Знак исполнен на двух языках – русском и чуварском, и украшен национальным орнаментом. Еще одно открытие в субботу прошло в Лакреевском лесу. Там появился новый детский городок. Активные жители города создали организацию «Мегацель» и собрали средства на детскую площадку. Деньги удалось накопить еще зимой, а в субботу организовали мегапраздник «Цветик-семицветик» и подарили площадку городу. Десятки детских площадок, и на каждой улыбки и счастливые лица. Пока одни ребята передают приветы в камеру национального телевидения «Чувашии», другие путешествуют по веревочному городку, а третий превращаются в бабочек и котят. Но главный сюрприз праздника расположился чуть подальше, в тени деревьев. Мы выбрали площадку, определили ее стоимость, забросили с деньгами. Начали выбирать место в городе, где мы можем ее поставить. Рассмотрели порядка 35 мест в городе. И один из наших участников сказал, что давайте посмотрим Акреевский парк, потому что это сердце города. Мы приехали сюда, здесь был пустырь. Выбрали место, проконсультировались с ландшафтными дизайнерами, чтобы можно было дальше развивать эту площадку. Играть на этой площадке можно абсолютно бесплатно. Даже взрослые здесь окунутся в мир детства. Мне больше всего понравилось – лазить по канату вверх и вниз. Эта горка скользкая. Еще мне понравилось ходить по мостикам. Детский городок – первый проект мегацели. Впереди воплощение множества идей, которые помогут сделать чебоксары лучшим городом страны. Мария Шоклева, Александр Петров, Республика. За такие высокие скорости не штрафуют. Все потому, что это скорость интернета. Компания Wempel.com запустила в эксплуатацию сеть LTE. В Приволжье Чувашия стала первой республикой, где появилась сеть 4G от Beeline. Ее могут воспользоваться жители городов Чебоксары и Новочебоксарск. Что нам показывают? Отличная скорость для 3G модема. Вы можете посмотреть онлайн-фильм, либо скачать пару песенок. Это будет очень легко и просто. Ну а теперь, что нам продемонстрирует наш новый друг 4G модем. Воу-воу-воу, друзья, я должен слышать изумленное вау! Пиковая скорость передачи данных в сети 4G достигает 73 мегабит в секунду. Средняя пользовательская скорость от 10 до 40 мегабит в секунду. Важно, что скоростной мобильный интернет Beeline теперь доступен в отдаленных районах, где нет проводного интернета. Например, в поселках Альгешево и Сосновка. Подключиться к сети LTE несложно. Достаточно приобрести U-SIM-карту в любом офисе Beeline в Чебоксарах и Новочебоксарске. Для первых пользователей в салонах действует акция «Модем в подарок». Абоненту в первый месяц пользования предоставляется 100 гигабайт интернета на максимально возможной скорости за 899 рублей. А «Модем-покупатель» получает совершенно бесплатно. Акция действует до 31 мая 2014 года. Подробнее об условиях проведения акции на сайте www.beeline.ru. Далее в программе вы узнаете, какие современные технологии применяются на новом заводе «Ядрин молоко». Я же с вами прощаюсь. До встречи. Гости посетили новый корпус завода «Ядрин молоко», который запустили в прошлом году. Здесь, в отличие от старого, появились совершенно новые возможности для производства продукции. К тому же были созданы дополнительные рабочие места. Пуск молокозавода является хорошим стимулом, хорошим подспорьем для того, чтобы развивать далее личное подворное хозяйство. «Ядринский завод» первым на территории не только России, но и стран СНГ применил уникальную технологию мембранной фильтрации. Об этом заявили поставщики оборудования из Германии. Агрегат нового поколения позволяет выполнять сразу две функции – сгущение молока для творога и отделение сывороточного белка. А это значительно экономит время и деньги. Важен для завода и вопрос экологии. Эта установка хороша тем, что в канализацию сливается уже практически только чистая вода. Это сократило расходы на чистых локальных сооружениях наших довольно-таки намного. Взять на вооружение такую технологию захотели и другие переработчики молока. Этот уникальный опыт по извлечению белка даст нам возможность сделать импортозамещение. В настоящее время белки у нас заводятся в основном из Европы. И это позволит сэкономить валютные наши сбережения. Кроме того, переработчики молока собираются перенять опыт Ядринского района и Чувашии в целом по сбору молока. На семинаре говорили и о других инновациях, которые применяются на заводе. В частности, об использовании экологичной упаковки. Не секрет, да, что... Субтитры создавал DimaTorzok